Всем привет, мои дорогие и уважаемые зрители! Устраивайтесь поудобнее и пристегивайтесь ремнями безопасности, потому что мы с вами отправляемся в путешествие по Америке. Если вы готовы разрушить сложившиеся стереотипы, что в Америке нет красивой архитектуры или интересных музеев, это видео для вас. Позолоченный век в Америке. Это конец 19 и начало 20 века. Это время наиболее ярко выраженных контрастов в уровне и стиле жизни между разными слоями населения. Полным ходом идет индустриальная революция и это время, когда мы с вами видим с одной стороны ежедневный, тяжелый, физический, ненормированный труд большинства населения. И с другой стороны мы видим роскошную жизнь олигархов тех времен. Так кем же были миллионеры и миллиардеры тех времен и как они жили? В своем большинстве это были владельцы фабрик, железноторог и угольных шахт. Они имели очень тесные связи с крупными политиками того времени и были вхожи друг к другу в дома. Именно они вершили судьбы людей. Жизненный статус тех времен предполагал демонстрацию и очень претенциозное фитширование своего богатства. И если посмотреть на интерьеры Белого дома, сегодня то они очень простенькие и скромные по сравнению с тем, что вы увидите сейчас в особняках миллионеров. Именно потому, что богачи тех времен хотели превзойти друг друга и доказать, что у них-то дом покруче, чем у соседа. Они возводили несколько резиденций в разных штатах Америки, использовали их как вторые и третьи дома, зачастую копировали знаменитые европейские замки и прилегающие им сады. Ньюпорт, штат Родайланд, в силу своего климата и расположения на восточном побережье с видом на Атлантику, стал местом, куда съезжались на лето все богатеи тех времен. Они облюбовали это место и начали строить особняки в непосредственной близости друг от друга. Там они красовались между собой, устраивали многочисленные вечеринки. Зачастую в этих резиденциях жили только жены, а мужья продолжали работать в других городах и приезжали только на выходные. Большинство этих особняков располагается на самой дорогой и красивой улице, которая называется Беллвью Авеню, заслуживающих посещения от реставрированных особняков, которые превращены сегодня в музее порядка 10. Все они в шаговой доступности друг от друга и располагаются рядом с океаном. Сегодня мы посетим с вами один из них. На самом деле идею этой поездки мне подала одна из моих давних подписчиц Галина Котикова. Благодарю вас Галина и я думаю, что многим зрителям это будет очень интересно. Последний раз мы были в Ньюпорт, Родайланд пару лет назад. Благодаря вам снова сюда вернулись. От нашего дома поездка занимает менее двух часов. Сейчас мы с вами едем уже по улицам Ньюпорта. Что вы видите вокруг? На самом деле это старые колониальные дома. Большинство из них 200 и 300 лет. Люди, которые жили в них, были торговцы, мореплаватели. Иногда даже эти дома принадлежали морским пиратам. Среди иммигрантов Родайланда большую часть населения составляют потомки иммигрантов из Италии и Португалии. Если вы планируете путешествие в Ньюпорт, Родайланд, то я бы рекомендовала для вас обратить внимание на три момента. Во-первых, это посещение одного из особняков. Как я уже сказала, их порядка десяти. Но потому что они крупные, невозможно будет посмотреть больше одного или двух за один раз. И затем я рекомендую вам пройтись по знаменитой тропинке, которая называется Cliff Walk. Проходит непосредственно по берегу океана. Очень-очень красивое место. И последнее. Посетите один из ресторанов, где подают морскую еду. Она здесь всегда очень свежая, очень вкусная. И очень много ресторанов также специализируется на итальянской кухне. Хотела обратить ваше внимание на здание, которое сейчас будет по левую руку от нас. Это своего рода музей, посвященный теннису, на котором среди других вы увидите и российский флаг. Сейчас мы запарковали машину и идем пешком по направлению к особнякам. И мы с вами уже на Белевью Авеню. В этой части улицы практически каждый дом был выкуплен историческим обществом во владение и превращен музей. Но примерно сто лет назад именно здесь были построены крупнейшие особняки. И примерно до середины прошлого столетия здесь жили наиболее богатые люди Америки. Это были одни из наиболее влиятельных семей тех времен, построивших себе так называемые летние коттеджи или дачи на этой улице. И на самом деле в этих резиденциях смело можно было принимать королевских особ. Особняк, который мы посетим с вами сегодня, называется по-английски The Elms и в переводе на русский язык называется Вязы. Особняк имеет три входных двери. Это было сделано для того, чтобы одновременно можно было разгружать три кареты или три автомобиля. Когда семья переезжала на лето в Элмс, они привозили с собой, внимание, 150 карет или автомобилей добра. В основном это были личные вещи. Это были книги, одежда, это не была мебель. Все разгружалось одновременно и по записям людей того времени процесс разгрузки был очень трудоемким и занимал до нескольких дней. Использовались как главный вход, так и дополнительные подъезды к дому по бокам и позади от него. Очень легко вообразить, как элегантно смотрелись женщины, поднимающиеся по лестницам, одетые в длинные струящиеся платья и мужчины, одетые в смокинге. И хотя этим домом официально владели только два человека, муж и жена, он практически всегда был полон гостей, родственников и каждые выходные были расписаны буквально на все лето вперед различными вечеринками. Владельцами этого особняка были мистер и миссис Эдвард Джулейс Бервин. У них не было детей. Сам Бервин был сыном немецких эмигрантов и выпускником морской академии. Он был бизнесмен и сколотил львиную долю своего капитала как владелец угольных шахт во времена индустриализации. Главной резиденцией у них была в Филадельфии. В 1899 году Бервин нанял архитектора Хоррест Тамбауэр и его видение было следовать линиям и правилам французской архитектуры. В фасаде здания были использованы очень многие элементы от французского шато в предместе Парижа. Интерьеры же были оформлены также парижским дизайнером Джулс Аллард, который работал над особняками вандербилдов, которые располагались по соседству. Строительство особняка заняло два года и первое лето, которое семья Бервин провела в Элмс было лето 1901 года. Сейчас вы видите его кабинет и стол хозяина этого дома. Сейчас мы с вами в гостиной и здесь главным элементом дизайна была картина на потолке. Она называется «Восход, изгоняющий мрак ночи». Картина была написана датским художником Джейкоб Девит и она была написана в 1740 году. Это масло на холсте и затем она была привезена в Америку. Мы с вами в оранжереи. Во французских шатох XVIII века такие комнаты обычно были наполнены цитрусовыми или тропическими растениями. Бервинды же сделали выбор в пользу экзотических растений и пальмовых деревьев. Каждая из четырех мраморных статуй, которые находятся в этой комнате, отображают собой сезон года. И в этой комнате во второй половине дня собирались гости каждый день и играли в карточную игру под названием «Бридж». По задней инфиладе мы проходим через уже знакомую нам гостиную комнату и попадаем в самую большую комнату на первом этаже, которая представляет собой бальный зал. Именно здесь проходил вечер, посвященный открытию особняка в августе 1901 года. На этом бале присутствовали миллионеры тех времен, включая семью вандербилдов и астров. Для развлечения гостей были использованы наряженные и тренированные обезьянки. А также вечером с наступлением темноты был дан красочный фейерверк, который можно было наблюдать как с прилегающего газона, где были установлены кресла, так и непосредственно из бального зала. Двери и окна были распахнуты. Хотела обратить ваше внимание на картину женщины в красном платье. Она написана итальянским художником Джиованни Балтини. На ней изображена Элизабет Слор. Она жила в доме на другой стороне улицы. Это не хозяйка особняка. Дом той женщины на портрет, который вы смотрите, был снесен, потому что у ее наследников не было средств на его содержание. И даже сам особняк Элмс, в котором мы сейчас находимся после смерти хозяйки, в 1961 году был наследован ее племянником. Затем этот дом был выкоплен на аукционе историческим обществом с тем, чтобы избежать судьбы многих особняков в Нью-Порте, которые были снесены в то время. В столовой на стенах вы можете увидеть венецианские картины 18 века. Четыре из них, располагающиеся над дверями, были проданы с аукциона в 1962 году. И та же участь постигла сам стол и стулья, но со временем, в 2000-х годах, историческое общество смогло все-таки выкупить все эти объекты у частных лиц и вернуло их в музей на родное место. По зла маслу декоратора, комната для завтраков была оформлена с главным фокусом на китайские картины 18 века. И сейчас, пройдя по столовой, мы с вами сможем заглянуть в комнату, в которой управлялась прислуга. Называется Butler's Pantry. Справа за дверью располагается лифт, в котором блюда поднимались из так называемой горячей кухни, располагающейся этажом ниже. И здесь в Butler's Pantry блюда после тщательной инспекции подавались незамедлительно или в столовую, или в комнату для завтраков. Слева вы видите вариацию холодильных камер тех времен и для охлаждения использовались глыбы льда. И как видите, кафелем были покрыты и стены, и потолок комнаты. Интересный факт, что со времени своего открытия в 1901 году и практически до того, как дом был превращен в музей в 1961 году, и кухня, и все другие интерьеры не претерпели практически никаких изменений. Продолжаем наш тур и сейчас мы поднимаемся с вами на второй этаж. Там располагалось 7 спален и другие дополнительные комнаты. У владельцев дома не было своих детей, поэтому в гости они принимали своих племянников и племянниц, а также различных родственников и просто знакомых. Немного расскажу вам, как протекала закулисная жизнь. В обслуживающей штате дома было 43 человека. 26 из них приходили каждый день и 17 из них жили в доме. Большинство из них были эмигранты первого поколения из Англии и Ирландии, и шеф-повар был из Франции. Их стиль жизни, конечно, отличался значительно от жизни хозяев и их гостей, которые целый день были заняты исключительно развлечениями, и смена одежды для них должна была проходить два-три раза в день. Слуги же имели отдых каждую неделю, два раза, один раз вечером и один раз в полдень. Это было всего несколько часов. Остальное время они должны были выполнять свои обязанности 24 часа в сутки. После смерти хозяйки дома, сестра хозяина дома Джулия Борвин стала его хозяйкой, и она прожила в этом доме до 1961 года. Сейчас мы находимся в ее спальне. Так как она использовала этот дом исключительно как летнюю резиденцию и не выполняла никакую домашнюю работу сама, все технологические новинки ей были абсолютно неинтересны. В конце концов, она не добавила никаких из них, и, например, в этом доме так никогда и не были установлены стиральная или сушильная машина. Их установку она считала абсолютно ненужными хлопотами. И другой интересный факт из ее жизни, который, наверное, характеризует, как хозяева относились к слугам. Если у Джулии Борвинт не было достаточно приглашенных игроков в карты, то она приглашала своего Бадлера играть с ними. Из уважения гостям и хозяйке, он играл несколько часов с ними в карты, но он играл стоя, а не сидя. Хотела обратить ваше внимание, как обустроены были ванные комнаты, а дом имел свою канализацию, холодную горячую воду и даже сегодня некоторые элементы отделки ванных комнат вполне актуальны. Хозяйка дома встречалась только с управляющей домом или Бадлером. Она не встречалась ни с какими другими слугами, а давала указания ей, в какое время подготовить комнаты для гостей и на какое количество обедающих накрыть стол. И современники тех времен писали, что было впечатление, что жизнь в Элмс текла каким-то магическим образом, как будто дом был пуст, но все дела были сделаны. Особенно ценилась та прислуга, которая могла выполнять работу по уборке комнат, смене белья с учетом распорядка дня хозяев и гостей. Как только они выходили из комнат, туда бесшумно заходили горничные, наводили там порядок и исчезали. Их присутствие никогда не должно быть замеченным и никогда не должно было привлекать на себя какое-то хозяйское внимание. Сейчас мы с вами находимся в гостиной на втором этаже. В нее имели доступ только сами хозяева дома или те гости, которые были приглашены остаться здесь на ночь. И здесь они общались. На фотографиях при входе вы видели саму хозяйку дома, жену мистера Бергенда. И на других фотографиях вы будете видеть членов семьи и близких друзей. Субтитры создавал DimaTorzok Что еще интересного было на втором этаже, так это швейная комната. Здесь проводились примерки. Так было удобно хозяйке дома. Это было ее желание, чтобы эта комната располагалась недалеко от ее спальни. Также зачастую на женских платьях, которые стирались как для хозяйки дома, так и для гостей, которые были приглашены оставаться здесь на какое-то время. На них были очень дорогие украшения и пуговицы, которые срезались. Платье проходило через стирку и глажку и затем пуговицы снова пришивались. Я хочу дать вам возможность закончить этот тур самостоятельно. Делитесь своими впечатлениями, какие бы они не были в комментариях. На этом я с вами прощаюсь от всей души. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам приятной бархатной осени. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok